С наступлением весны повсеместно особую актуальность приобрели вопросы, касающиеся состояния дорожного полотна. Как известно, в процессе таяния снега зачастую обнаруживаются свежие ямы и трещины, с которыми раньше автовладельцам сталкиваться не приходилось. Этот вопрос у Стекинногорска взят под контроль, так как им областного центра Житцилы Комар отправился в объезд по улицам города, чтобы проверить, как пережили зиму местные дороги. Снег сошёл, а вместе с ним и асфальт. Такую фразу можно часто услышать в гневных монологах жителей больших городов. Действительно, зачастую сделанный до зимнего периода ремонт дорог будто бы разъедает талыми снежными массами. И как только солнце начинает пригревать улицы города, вдруг оказывается, что под снежным покрывалом скрываются совсем свежие ямы и выбоины. Специалисты объясняют, происходит это из-за резких перепадов температур с началом весны. Днём на улице плюс, а к вечеру снова подмораживает. Так и выходит, что в местах, где асфальт положили недобросовестно, всего лишь за одну ночь может образоваться глубокая трещина, которая уже через полдня превратится в полноценную яму. Аким областного центра Житцилы Комар отправился проверить, в порядке ли дороги Усть-Каменогорска. Я специально выехал проверить. Вы вместе со мной были, проверили несколько улиц. Улица Бурова, которую в прошлом году мы делали, средний ремонт, сейчас в хорошем состоянии. Асфальт никуда не сошёл, на месте. Улица Космическая в прошлом году мы успели сделать тоже в нормальном состоянии. Улица Хавам-Вайватер тоже в хорошем состоянии. Но вместе с тем есть проблемные участки, это касается тротуаров. И в этом году в рамках гарантии эти компании подрядчики будут обратно сделать свои участки, где возникли проблемы. Это касается тротуаров. После проверки стало понятно, что дороги в Усть-Каменогорске сделаны на совесть. Это отметил не только градоначальник, но и благодарные жители. Вы боены были грязь. Теперь мы по-человечески ходим. Огромное вам большое спасибо и низкий поклон, дорогой мой. Что уж мы в этом... Спасибо. Благодарю, что надо. Это наша работа, во-первых. Мы теперь проверяем, что качество нормальное или нет. Потому что мы асфальт делаем, потом на следующий год кое-где появляются ямы, трещины и так далее. Но сейчас посмотрели, так визуально. Вроде бы асфальтная часть нормального у вас. Угу. Уж сколько мы писали лет. Уж, извините, с 2000-х годов мы писали жалобу. Извините, но это было так. Как было, как есть, так и говорят. Вот вы нас, наконец-то, нашу болезнь услышали, просьбу нашу выполнили. Мы очень довольны и благодарны вам. Также Жаксалык Омар рассказал о большом проекте, который совсем скоро будет взят на исполнение. По словам Акима, к осени этого года под Иртышским мостом появится развязка, которая, несомненно, облегчит передвижение для автолюбителей. И третий вопрос – это большой проект, о котором мы часто говорим. Сейчас уже проект находится в государственной экспертизе. Я думаю, в начале апреля мы уже получим государственную экспертизу. Это развязка под Иртышским мостом, который соединяет улицы Славского, улица Желтоксан и улицы Пермитина. Как только мы получим государственную экспертизу, проект там ознакомим. И в этом году есть поручение Акима области, мы должны начать и ближе к осени должны завершить. Как заверил Аким областного центра, подобные дорожные проверки на улицах города будут продолжаться. Что же касается участков, на которых обнаружатся недочёты, то с ними в рамках гарантии будут работать те же подрядные организации.